Как того требует традиция, зажгли свечи, прочитали короткую молитву. А затем, в церемонии памяти жертв Холокоста, наступила пора малоизвестной истории. Специально приглашенный гость-краевед Борис Шадрин поведал, как работал с архивами ФСБ, чтобы рассказать миру о деятельности Тюна Сугихару. Японский дипломат в период Второй мировой помог бежать десяткам тысяч евреев и поляков с оккупированной нацистской Германией территории через Владивосток. Через архивы, в общем архивы закрыты ФСБ, нашел материал, который свидетельствовал о том, как осуществлялась эта работа по переброске еврейских и польских беженцев транзитом через всю территорию Советского Союза, сюда на порт Владивосток и дальше на порты Шанхай и территорию Океании, Америки и Канады. За рубежом споры о Холокосте среди ученых-историков начались вскоре после окончания Второй мировой и не утихают до сих пор. Одни описывают ужасы концлагерей, другие отрицают существование газовых камер и остальных страшных подробностей Холокоста. Доказывают, что изможденность узников и высокая смертность в лагерях могла быть вызвана эпидемия Метифа, а также упрекают оппонентов в массовых фальсификациях. Владивостокский раввин уверен, что в корне такой точки зрения скрывается бытовой антисемитизм. К слову, в Израиле отрицание Холокоста считается уголовно наказуемым преступлением. У еврейской общины Владивостока много проблем. Тем не менее, на ремонт и реконструкцию синагоги деньги нашлись. И в следующем году вспоминать о Холокосте будут уже там, где полагается. Всеволод Крапивин, Платон Волков, Панорама. Продолжение следует...